Всем привет! С вами Люда Блаш-Туприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня пятница, значит пришло время для королевского дайджеста. Абсолютно все новости, которые происходили в королевской семье за прошедшую неделю, сегодня с вами будем обсуждать. Новостей, как всегда, много, все они интересные, так что не буду вас долго мучить. Усаживайтесь поудобнее, наливайте чайок-кофеок и погнали! Начнем мы с того, что обсудим, как же прошел день рождения Мэган. А прошел он незамеченным для королевских аккаунтов. Ни дворец, ни Уэльские не поздравили герцогиню, хотя в прошлом году и Чарльз с Камилой, и Уильям с Кейт поздравляли. И очень интересно, какая тут мотивация. Типа, мол, мы дали титулы Арчи и Лилибет, все, теперь идите лесом, так что ли? А вот праздновала день рождения Мэган одна без Гарри. Точнее, в кругу друзей с Поршей де Росси и другими товарищами она пошла, посмотрела фильм Барби. Кто не знает, кто такая Порша, это супруга Эйлен Дедженерес. Фотографии нет, сообщил об этом таблоид Page Six со ссылкой на неназванного инсайдера. Что-то мне кажется, что инсайдеры звали, такое совпадение, Мэган. Ну или кто-то около Мэган с инструкцией от Мэган. Во вторник же принцесса Беатрис праздновала свое 35-летие, и ее также никто из аккаунтов не поздравил. Поздравила только принцесса Евгения с весьма спорными фотографиями, стрелка на колготках, ну, Евгеш, ну, как бы, и Сара. Эду, муженек, ты чего, такое красивое было поздравление на годовщину свадьбы и не словечко на день рождения жены. Двойка тебе, дорогой Эдуарадо. Далее, как я и предвещала, пошли уже разговоры, что как же так же Гарри не заедет в Лондон в день годовщины кончины королевы Елизаветы. Но стало известно, что никаких мероприятий на годовщину не запланировано, ни публичных, ни частных, никаких. Чарльз, следуя традиции, проведет 8 сентября тихо и уединенно. Королева Елизавета годовщину смерти отца также провела, цитата, в частных размышлениях, без запланированных официальных мероприятий. В принципе, оно как бы и понятно. В первую очередь, это смерть твоего родителя. О встрече в тесном семейном кругу также не сообщается, хотя в этот момент все будут находиться в Балморале. Если на неделе, посвященной годовщине, состоятся какие-то публичные мероприятия, то Чарльз и Камилла не должны и не будут там присутствовать. Я, конечно, не знаю, действительно ли семья или хотя бы часть семьи не соберется вместе и не выпьет там чаю в память о королеве. Это неизвестно. Если это и произойдет, точно нам об этом не доложат. В принципе, позиция дворца по данному вопросу ясна, так что Гарри, понятное дело, что не приедет в Лондон, но даже если, допустим, если он решит прилететь, помянуть бабушку, то повезут его в Балморал к Чарльзу, наверное, в черном мешке, чтобы никто, не дай бог, его не увидел, чтобы рыжая его борода не засветилась где-нибудь там в таблоидах. Так что, в принципе, Гарри, уж тем более Меган в Великобритании под предлогом годовщины смерти Елизаветы нам ждать не стоит. Но, возможно, пара все-таки посетит Туманный Альбион. А зачем? Для того, чтобы снять квартиру. Продолжаются спекуляции на тему возвращения то Гарри, то Гарри и Меган в Великобританию. На данный момент Экспресс ссылается на ОК Магазин, а те ссылаются на неназванного инсайдера. В общем, сообщается, что Гарри и Меган хотят помириться с принцем Уильямом, арендовав квартиру в Кейнсингтонском дворце. Но герцог Сасакский все-таки опасается, что он может стать узником дворца. Ну да, видимо, вьетнамские флешбеки из ловушки накроют так, что он спать не сможет в арендованной квартире. Цитата. Гарри и Меган предлагают снять квартиру в Кейнсингтонском дворце и обставить ее самостоятельно. Гарри надеется, что это порадует Уильяма и покажет, что они серьезно настроены вернуться. Аренда квартиры порадует Уильяма. Ну да, звучит как абсурд какой-то на самом деле. Я думаю, что Уильяма порадует как минимум, если Гарри ротик свой на замочек закроет и как максимум не будет отсвечивать из Малибу, Монте-Сито, где он там будет обитать всю свою оставшуюся жизнь. Но вообще я, честно, не особо понимаю, зачем Меган и Гарри квартира в Великобритании. Не вижу, что они живут на два дома, учитывая их нищенское положение, если что, это сарказм. Еще и самостоятельно обставлять эту квартиру. Самый дорогой отель, даже если они решат в Великобританию приехать, им выйдет гораздо дешевле. Мне кажется, там 2-3 дня больше они не вынесут. А тут целая квартира, ее надо содержать, ее надо платить за эту аренду. Ну, какое-то странное решение и странная информация. Непонятно, что за инсайдер у газетчиков, который продолжает жать на эту кнопку Return to UK. Еще нейросеть продолжает баловаться. Сейчас из всех сделали Барби. А еще помните, были фотографии после коронации, где был Чарльз в гавайской рубашке. Очень круто и забавно, но в какой-то момент не понимаешь, где правда, а где вымысел. Выглядит действительно классно. Но вообще, как я понимаю, 85% не используют нейросеть на полную катушку. Фото Чарльза это, конечно, здорово и забавно, но это далеко не все. Так вот, Skillbox проводит бесплатный вебинар топ-10 кейсов, как зарабатывать на нейросетях, на котором вы узнаете, как использовать технологии будущего, ну и, собственно, зарабатывать на них. Если вы никогда не работали с нейросетями, не беспокойтесь, вам тоже будет все ясно, потому что вебинар очень четкий и ясный для любого уровня подготовленности. Что ждет вас в программе? Это обзор трех самых главных нейросетей, ответы на вопросы, практика, крутые эксперты в этой сфере, ну и, конечно, подарки всем участникам. На вебинаре вы сможете понять возможности нейросетей и также поймете, какие тренды в области искусственного интеллекта больше всего повлияют на нашу работу и жизнь в будущем. А это, сами видите, очень важно для понимания сферы своей работы в будущем, ну для вас или для вашего ребенка. Нейросеть очень успешно можно использовать в программировании, маркетинге, дизайне, создании контента и продакшене. У Skillbox вообще скоро стартует новый курс по работе с нейросетями, но обо всем об этом подробно на вебинаре. В общем, чтобы узнать подробную программу вебинара, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Не думайте дважды, это вас ни к чему не обязывает, а новые знания всегда плюс. Ну а мы едем дальше. The Firm, как говорится, работает помаленьку, потихоньку, конечно же, отдувается старая гвардия. Принцесса Анна побывала на репетиции парада в Эдинбурге, в своих чуть ли не уже фирменных очечах. Принц Эдвард был на открытии Эдинбургского международного фестиваля. Музыка плюс название мероприятия по титулу. Ну, сам Бог велел именно Эдварду там быть. Ну а король Чарльз один, без Камилы, ходит на мероприятия в Шотландии. Отдельно отмечу посещение завода по производству виски. Мероприятие с дегустацией. Это вдвойне класс. Удивительно, что Камила все это дело пропустила. А еще он был на Mayhellen Games. И гляньте вот на это фото Чарльза. Просто вылитый Филипп. Реинкарнация. У нас в Телеграме очень многие отметили. Кто еще нас порадовал появлением, так это Тиндалы и Филиппсы. Как хорошо, что есть вот эти летние мероприятия. Раз в год, хотя бы стабильно, мы можем полюбоваться на детишек. Они были на фестивале British Eventing. Это спортивное и, конечно же, конное мероприятие, где выступала Зара. А вся семья, включая принцессу Анну с мужем, кстати, пришла ее поддержать. Ме Тиндал, старшая дочка Зары и Майка, просто моя любимица. Видно, что девочка задорная и боевая под стать родителем. Очаровашка Лукас, видимого, нечасто трескал мороженое, как и его кузина Айла. Для детей было куча всяких развлечений и смотреть на них просто от рада. Погода, правда, реально подвела. Все в сапогах и плащах. А третий день фестиваля вообще отменили. Но кайфануть, отдохнуть детишки определенно успели. Ну и свершилось. Гарри прилетел в Японию. С Начо, но без Меган. Пока. 8 августа Гарри был замечен в аэропорту Ханеда. Ему предстояло участие в саммите спортивных ценностей. Все по плану, как говорится, ничего такого. Светится отчасти. Принц начал уже в аэропорту. Вот что значит вырвался из цепких коготков на чисто мальчишеское мероприятие. Кстати, обратите внимание, что на Гарри была кепка с логотипом Арчевел. Вот такой вот мерч. Видимо, для сотрудников, ну и для самых главных. В среду Гарри появился на саммите в деловом костюме. Расслабленный весьма, непринужденный такой лук, даже не мятый. Гарри улыбался во весь рот, ну прям-таки начищенный до блеска самовар. Выйдя на сцену, он поприветствовал всех в японской манере, сложил ладони и наклонил голову. Гарри зашел с козырей, сообщив всем, что большую часть своей жизни он участвовал во многих благотворительных организациях и получал огромное удовлетворение, помогая как можно большему количеству людей. Цитата. «Моя жизнь, благотворительность всегда была и всегда будет». Тут нужна была бы, наверное, театральная пауза, взрыв аплодисментов, на сцену летят цветы, люди смахивают слезу умиления и аплодируют, аплодируют, аплодируют. Тут, наверное, товарища Дынина пригласим. Омид, прости господи, Скоби на своей страничке тоже быстренько процитировал нам великих. Уроки, которые мы извлекаем, это те же принципы филантропии. Миссия, тяжелая работа, самоотверженность и партнерство могут сделать даже невозможное возможным. Так, Гарри, давай будем разбираться, что ты знаешь про работу и самоотверженность, тяжелую работу и самоотверженность. Если, в принципе, про тяжелую работу самоотверженного нытика, Гарри, ты знаешь достаточно много, то вот про партнерство, не знаю, но, наверное, твоя семья тебя надежным партнером точно не считает. Я, конечно, понимаю, что задача принца это быть говорящей головой и, в принципе, читать заранее приготовленную речь, но имеет смысл адаптировать свои речи под какую-то реальность, в которой ты сам, собственно, и находишься. А про благотворительность пока одна только болтовня, если не считать турнир про Пола, ради которого он, собственно, и приехал. Но вот все остальное время, ну, я лично, может быть, я ошибаюсь, не вижу филантропа Гарри во всей красе. А еще мне очень-то кажется, что Гарри был в состоянии очень такого большого подпития на этом саммите. Ну, не знаю, глазки как-то говорят сами за себя. Кстати, все тот же Скоби сказал, многие фанаты ждут прибытия Гарри. У королевской семьи всегда было много поклонников в Японии, особенно у принцессы Дианы, но куда же без нее, естественно. Интерес к сасексам по-прежнему высок. Не забыл он также упомянуть, что книга «В поисках свободы» – одна из немногих королевских книг, полностью изданных на японском языке. Ясно вам? Ну, а какие еще вам нужны доказательства? Ау! Ну, и, конечно, Гарри сам тоже похвалил Японию и сказал, что с радостью сюда бы переехал жить. Гарри, что вы уже в Америке всех тоже достали, что надо какой-то запасной аэродром искать? Ты давай там аккуратнее, а то так стран уже не так много останется. И вообще на твоем месте, товарищ Сасекский, я бы поосторожнее была с переездами, потому что дома можно получить по первое число от того человека, кто, в принципе, и сам определяет, куда вы там будете в будущем переезжать. Теперь ждем появления Гарри завтра на поло 12 августа в Сингапуре. Надеемся, держим пальчики крестиком, что Мэган все-таки прилетит. Ну и главная новость, которая сотрясла просто королевский мир – титул Гарри. Точнее так, у Гарри забрали титул, но если капельку, чуть-чуточку, маленечко разбираться или хотя бы прочитать статью полностью, то понятное дело, что никакой титул у него не забрали. Титул герцога Сасекского – на месте. Титул принца – на месте. Что же тогда изменилось? Тут надо пару слов для контекста. На сайте королевской семьи есть биографии работающих Ройлс плюс Эндрю, Гарри и Мэган. И когда королева умерла еще в сентябре, всю троицу переместили в самый низ списка, чтобы их рабочие заслуги остались, скажем так, в истории. У Мэган работы там, конечно, кот наплакал, но ладно. Мол, да, вы сейчас не работающие, но все же были ими. Мы это помним и ценим. Сначала идут Сасекский, потом Эндрю. И я поздравляю таблоиды, которые назвали это новостью. Она покрылась годовой пылью. Вот, например, статья Таттлера от 28 сентября. И таких можно найти просто кучу. Но давайте дальше. Перенести в конец списка их перенесли, а информацию исправить не исправили. 4 августа «Экспресс» разразился огромной статьей, где буквально ткнул носом дворец в 18 страниц ошибок. Точнее, что практически за год инфу по титулам не обновляли. Камила у них все еще герцогиня Корн-Уэльская, Чарльз Принц Уэльский, Уильям и Кейт Кембриджские, Гарри назван младшим сыном принца Уэльского, хотя сейчас это Луи, ну и так далее. Не знаю, чем занималась команда дворца, отвечающая за сайт. Ведь логично было бы начать с биографии членов крыльевской семьи. Что-то исправили, но то и дело натыкаешься на титулы годичной давности. Да что там годичной давности? У них информация про Филиппа была в настоящем времени. Зато принца Арчи и принцессу Лилибот в биографию Мэган они вписать успели. У дворца нашелся ответ. На сайте 5000 страниц информации. После смерти королевы Елизаветы мы периодически обновляем, но часть контента пока не актуальна. Ну так себе отмазочка, согласитесь. В Ворде это делается при помощи автозамены просто за 2 секунды. Думаю, что на сайте тоже никакой сложности нет. Совпадение ли? Но буквально уже через 2 рабочих дня всю информацию исправили. Вот как бывает, года было мало, а тут за 2 дня справились. Молодец Экспресс дал пинка, скажем так, под зад дворцу. Исправили Камилу и Чарльза и Уэльских и всех, но никто не вызывает такой хай в таблоидах, как Гарри. Они не только исправили неактуальную информацию, но и убрали по тексту обращение его королевское высочество, заменив его на герцога. Например, вместо его королевское высочество сделал тест на ВИЧ, написали «Герцог сделал тест на ВИЧ». Зачем? Почему? Да потому что уже 3 года Гарри не использует приставку HRH. Она у него осталась, и тут внимательно он просто ее не использует. И тут многие захотят поспорить, мол, какая разница? На самом деле разница очень серьезная, это важно. Только у двух человек в относительно недавней королевской истории именно забрали приставку HRH, это Диана и Сара. И связано это с разводом. Такую схему придумала королева Елизавета. Диана и Сара как бы перестали быть частью семьи. Подписали бумаги, развелись. Тогда же, как Эндрю, Гарри и Меган – члены семьи, но не работающие. И все бы ничего, сестрички же не работающие HRH, живут нормально. Но Эндрю и Сассекские конкретно так оскандалились. Поскольку нет механизма по отбиранию титула принц, по отбиранию HRH, дворец придумал вот такую вот схему по договоренности HRH не использовать. Для этого в самом стейтменте Сассекских была формулировка «will no longer use» – «более не будут использовать». Они забрали, отняли и прочее. Ведь просто так забрать эту пресловутую HRH, так же, как и титул принца, просто нельзя. Гарри с HRH родился точно так же, как и Эндрю. Против Британии не воевал, а Меган не разводилась. Поэтому HRH у всех троих есть, но они ее не используют. Они могут что угодно и придумать, мол, мы договорились не использовать то, сё, пятое, десятое, но по паспорту он остается высочеством. Так же, как Камила раньше, например, была принцессой Уэльской, но не использовала конкретно этот титул, вместо этого она была Корнуэльской. Это заигрывание с публикой, не более того. Просто людям уже настолько на Дейлгаре, настолько многим хочется его опустить ниже Плинтуса, чтобы его все ненавидели, дворец указал на его место и все такое. Что вот хочется верить, что Чарльз, наконец, психанул. Но нет, Чарльз, дедушка, добрый. По HRH ситуация точно такая у Эндрю и у Меган. Биографию Меган исправили сразу после Мегзита, и слава богу, иначе сейчас бы не просто волна непонимания поднялась, а цунами. В биографии Эндрю также нет высочества. В общем, поскольку вся эта троица не использует HRH, дворец на сайте тоже не используют. Как бы подогнав под актуальную ситуацию, чтобы никакой таблоид не мог назвать их высочествами, ссылаясь на сайт. По сути, это монополия дворца называть их высочествами. И никаких дополнительных решений по Гарриу дворца не было. Они с Меган идут в комплекте. Но еще небольшая ремарка. На некоторых страницах они все еще высочества. Например, если речь про новости или цитату, и, наверное, это менять и не будут, что логично, тогда они еще были высочествами в официальном обращении. Итого, Гарри остался со всеми своими титулами, что у него были. Ничего нового не дали, но ничего и не забрали. Просто подчистили хвосты трехгодичной давности. Читайте новости внимательно и просто не поднимайте панику. А дворец, конечно, со своим сайтом знатно лоханулся. Но это еще не все касаемо титулов. Роберт Джобсон, написавший книгу «Наш король Карл III. Разоблачение человека и монарха», сказал, что даже если Меган станет лидером США, президентом, то у нее титулы не заберут. Тут аж две спекуляции. Первая – Меган президент США, вторая – президент Америки с британским титулом. Вот чего-чего, а такого мир точно не видывал. И полагаю, что если Меган это удастся, то она, наконец, пишет свое имя на странице первых. Если удастся. Спойлер нет. Джонсон заявил, что будучи на Аскотт, он поговорил с очень каким-то близким человеком королевской семье, которого спросил про всю эту ерунду с лишением титулов в случае, если Меган станет президентом. И тот ответил, что такого просто не произойдет. Я, как мне кажется, что человек имел в виду, что президентство Меган не произойдет. В любом случае, возвращаясь к этой катавасе с титулами, это сделать практически нереально, вообще нереально, да и президентство Меган – это тоже вещь нереальная, поэтому, Роберт, мне кажется, это твои какие-то странные фантазии. Ну и по доброй пятничной традиции три вопроса из моего телеграм-канала. Статус королевы-матери равен статусу действующего монарха? Королева-мать шла за Елизаветой или они шли вровень? Камила, если переживет Чарльза, будет идти позади Уильяма или наравне? Ничей статус не равен монарху, будь это королева-мать, жена, королева-консорт, кто угодно. Монарх всегда на верхушке иерархии один. Но вопрос с подвохом. Есть порядок старшинства, который указывает, кто где сидит, за кем идет и так далее. По нему вдовствующая королева, неважно, она только жена, как Камила или королева-мать, идет после действующей королевы в разряде вдовствующих. То есть после смерти Чарльза среди женщин первой стала бы Кейт, потом Камила и дальше жена уже Джорджика. Так же, как раньше была сначала королева Елизавета, потом королева-мать и номером три Диана. Но если вопрос про реальную жизнь, далеко не всегда роялсы идут вот как за ручку парами, как детки в столовую в садике. Зависит от формата мероприятия. На каком-нибудь гала-ужине, да, будет строго. А на Пасхе те же Уэльские шли последними, чтобы держать интригу публики до конца. Жена короля может идти с ним наравне, но муж королевы нет, только позади. По этой же причине, почему жена короля-королева, но муж правящей королевы принц? Второй вопрос. Если гипотетически кто-то королевской семьи, не первая очередь, но двадцатый, например, какой-нибудь племянник или племянница короля-королевы захочет заняться политикой, дойти до уровня вплоть в пример министра, отказавшись от любых претензий на трон, такое возможно? В принципе, такое возможно? Но учитывая, что по сути список претендентов на британский престол бесконечный, например, даже король Норвегии претендент на британский престол, да, именно так, за всеми не уследим. Подавляющее большинство из этого списка простолюдины, им ничего не мешает быть членом партии или идти в политику, но если какой-нибудь граф, герцог и так далее избран премьер-министром, ему придется отказаться от своего титула, как сделан, например, Алик Дуглас Хюм в 1963 году. Так что от титула пришлось бы отказаться, а вот от права на престол никого волновать не будет, если ты не в первой шестерке. Третий вопрос. Если бы по трагической случайности вместо Дианы погиб бы Чарльз, а королева тоже не смогла бы так долго править, то престол заняла бы Диана, как регент Уильяма? Ни в коем случае. Регентом бы стал Эндрю, а Диана была бы опекуном Уильяма. Почему Эндрю? Потому что на тот момент он ближайший совершеннолетний в линии престола наследования. Принцип регентства я рассказывала, например, в этом видео. Там преотречения, титулы и все такое прочее. И сегодня вместо блиц ответов ссылки на видео, где собраны ответы на практически все вопросы, самые-самые частые вопросы, которые вы задаете. Главные дворцы, замки, резиденции я разбирала в этом видео. С тех пор ничего не поменялось, только офис Чарльза перенес в Букингемский. А Уильямский переехали в коттедж Аделаида. Любимые блюда и напитки Ройлс тоже прекрасное видео. Там про диету Кейт, про меню Дианы, про запреты в еде обязательно посмотрите. Парфюм тоже очень часто спрашивают. Есть серия постов в Телеграме, где я рассказываю про любимые ароматы королевы Елизаветы, Дианы, Кейт и Мэган. Титулы. Мое самое любимое. Какой титул будет у Камилы, если Чарльз умрет? И многое-многое другое есть в Телеграме. Там 40 разборов. И по самим титулам, и по персональным, с разбивкой по годам. Чтива там хватит вам на неделю. И на этом, я думаю, я буду ставить точку. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Проверьте, подписаны ли вы на канал. Обязательно ставьте лайки этому видео. Мне всегда приятна ваша обратная связь. Ну а мы будем прощаться. Спасибо, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.